Сегодня я бы хотел сказать о другом. Украина выбрала нового президента, якобы нового, новоиспеченного. И на Украине появилось выражение, новоиспеченный президент Порошенко, не успев быть вынутым из печи, начал подгорать. И стали его называть Пороженко. Это, собственно, сами украинцы в интернете его называют Пороженко. Почему? Почему? Большой бизнес Украины, ну вот части их перечислили, это Вячеслав Багуслаев, президент Мотор Сичи, Владислав Чечеткин, тоже крупный руководитель, Игорь Чуркин, руководитель ЛАЗа, Роман Хмель. Это представители различных направлений украинской экономики, и достаточно крупного, каждый из них крупного сегмента в своей отрасли руководит этим сегментом крупным. И они, в общем-то, отмечают за те настроения, которые возникли в большом бизнесе Украины. Эти выражения, эти настроения можно охарактеризовать несколькими словами. Рынки нужно завоевывать и удерживать, а не сдавать их. Они говорят о том, что война, которая идет в условиях уличных боев, не может проводиться более интенсивно, так как это ведет только к еще большим потерям. Они говорят о том, что война, даже каждый день и до войны на Юго-Востоке, приводит к падению цены их активов. А если активы упадут до нуля или до минимальной отметки, то вслед за экономическим кризисом на Украину придет лютый голод. И Порошенко своими действиями ведет не к укреплению украинского государства, а к его развалу, дальнейшему развалу. Эти представители большого бизнеса, отражая настроение украинского, так сказать, экономического сообщества, его предпринимательского сообщества, говорят о том, что нужно необходимо немедленно останавливать войну, немедленно договариваться. Там такая красивая фраза прозвучала. Порошенко нужно встречаться не с теми, кого назначило государство, а с теми, кто гуртуется. Только так можно остановить войну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...